Шестой класс, 30 серия. Решение задач. Задача первая. От двух станций отходят одновременно на встречу друг другу два поезда. Встречаются через 6 часов после своего выхода. За сколько времени второй поезд проходит расстояние между станциями, если первый поезд проходит это расстояние за 15 часов? Вопрос задачи обозначим за х. Х часов. За такое время второй поезд проходит это расстояние. Расстояние между станциями обозначим за s. Скорость сближения s делить на 6. 6 часов – это время. Или можно сказать, что это s делить на x плюс s делить на 15 часов. Обе части равенства можно разделить на s. Получится уравнение с одним неизвестным. Решая это уравнение, находим значение x. x равен 10. Итак, второй проходит расстояние за 10 часов. Задача вторая. Трем братьям вместе 45 лет. Сколько лет старшему, если 5 шестых лет младшего равны 2 третьим лет среднего и 5 девятым лет старшего? Обозначим возраст младшего за х, среднего за у, z – это возраст старшего. Вместе и 45 лет. 5 шестых от х – это 2 трети от у и 5 девятых от z. Если умножить на 18 каждое из этих выражений, получится 15х равняется 12у, равняется 10z. Теперь надо найти значения x, y и z. Можно решить перебором, начиная перебор по z. z делится на 9. Значит, надо рассмотреть значения z, равные 9, потом 18 и так далее. 9 не подходит. То есть, если z – 9, значит, надо подставить вместо z вот в это равенство и в это 9. И тогда не подобрать такие значения x и y, чтобы вот эти равенства были верными. Подходит значение z – 18. Если z – 18, x – 12, y – 15. Вопрос «Сколько старшему?» Старшему – 18 лет. Задача третья. Сплав состоит из цинка и меди в отношении 1 к 2. В другой сплав содержат те же металлы в отношении 1 к 3. Из скольких частей обоих сплавов можно получить третий сплав, содержащий те же металлы в отношении 5 к 11. Допустим, взяли x первого сплава и y второго сплава. Если цинк – одна часть, а всего три части, значит, можно сказать, что цинка содержится 1 треть от x. Это в первом сплаве. Во втором сплаве одна часть, а всего четыре части. Значит, одна четверть от y. И в третьем сплаве цинка должно быть 5 частей. Значит, можно сказать, что это 5 умножить на k. Так, хорошо. Теперь давайте рассмотрим медь, содержание меди. Если взяли первого сплава х, меди там две части из трех. Значит, 2 третье умножить на х. А во втором сплаве три части из четырех. Значит, три четверти от y. И меди в третьем сплаве должно быть 11 частей. Значит, 11 умножить на k. Так, теперь надо домножить обе части этих равенств на 12. И получаются вот такие равенства. Исходя из этих равенств, можно сначала найти, например, y, если домножить обе части этого равенства на 2. А затем из одного равенства вычесть другое. Получится 3y – это 12k, или y равен 4k. Так, можно домножить вот это равенство на 3. Получится 12x плюс 9y – это 180k. А затем из этого равенства вычесть вот это. И получится 4x – это 48k. Значит, x равен 12k. Итак, x – 12k, y – 4k. Значит, здесь 12 частей, здесь 4 части. 12 относится к 4, как к 3 к 1. Значит, надо взять первого сплава в три раза больше, чем второго. Задача четвертая. Число, вот это четырехзначное, где одинаковые буквы – это одинаковые цифры, делится на 36. Какое значение принимает буква А? 36 можно представить в виде произведения двух взаимно простых чисел. 4 умножить на 9. То есть число должно делиться и на 4, и на 9. Ну, давайте начнем с признака делимости на 4. Двузначное число 60 будет делиться на 4. 64 будет делиться на 4 и 68. Так, значит, чтобы число делилось на 4, А – это 0, 4 или 8. Так, если здесь записать 0, потому что одинаковые буквы – это одинаковые цифры, сумма цифр числа делится на 9, значит, это число делится и на 4, и на 9. Если здесь записать 4, на 4 делится, но на 9 нет. И если здесь записать 8, то уже сумма цифр числа на 9 не делится, значит, эти числа не подходят. Значит, вместо буквы А надо записать 0, и тогда будет делиться на 36. А принимает значение 0. Задача пятая. Сколько различных комбинаций из букв можно составить, переставляя буквы, а это буквы заглавные латинского алфавита, и обратите внимание, что 3 одинаковые. Буква А должна быть на первом месте, 3 одинаковые стоят рядом. Так, 2 комбинации, когда А на первом месте, а 3 одинаковые на втором, третьем и четвертом. 2 комбинации. На пятом, шестом – С, Д или Д, С. Так, еще 2 комбинации. А на первом месте, а 3 одинаковые на третьем, четвертом и пятом. И еще 2 комбинации, когда А на первом, а 3 одинаковые в конце числа. Так, тогда на втором и третьем месте, С, Д или Д, С. А всего 6 различных комбинаций. Ответ 6. С, Д, С. Д, С. Продолжение следует...